Сегодня мы в очередной раз отправимся охотиться на паранормальных существ в GTA 5, но перед этим давайте сделаем себе защиту от монстров. Чтобы её сделать, нужно всего лишь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды. Посмотрим, успеешь ли ты. Поехали! С возвращением в GTA 5, призраки, с вами, как всегда, я Гост, и сегодня мы снова отправимся охотиться на паранормальных существ. И дорога наша с вами сегодня ляжет прямо в Палетубэй, где, кстати, мы уже очень давно не находили ничего паранормального. И вот сегодня появились сведения о том, что в городе появилось какое-то странное существо, из-за которого сейчас все жители этого маленького пригорода боятся выходить на улицу. Поэтому прямо сейчас, призраки, мы с вами вместе отправляемся туда, чтобы с этим разобраться. Ну а вас перед тем, как мы отправимся, ребята, я хочу попросить сделать всего лишь 3 вещи. Во-первых, сделать себе защиту от монстров, а сделать её можно лишь одним способом, поставив лайкос под этим роликом. Так что давай, дружище, конечно же, лайкосик. Если ты вдруг ещё не выступил в нашу семью призраков, обязательно вступай, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале, которые, кстати, выходят здесь каждый-каждый день. Поэтому тебе, дружище, обязательно должно понравиться. Ну что ж, отправляемся мы с вами сегодня на BMW. Помните, ребята, да, новенькая BMW X7? Я вам её уже показывал. Я, кстати, поставил ей колёса от Lamborghini, по-моему, смотрится прям сочно. Мне кажется, реально офигенно выглядит. Ладно, давайте уже будем садиться в машину и отправляться. Так, меточка на карте уже стоит очень хорошо, значит, поехали как можно быстрее. Ну что ж, призраки, рассказывайте там в комментариях пока что, как у вас дела, что нового происходит, чем занимаетесь. Обо всём будет интересно, почитайте. Я вот, например, ребята, сегодня целый день сидел, работал для вас, снимал ролики. Вот, надеюсь, что вы их, конечно же, смотрите. Я ещё под прошлым роликом у вас спрашивал вообще касательно того, что мне делать на канале, то есть что для вас поснимать. У меня была такая идея делать только сериал. Но я как понял, ребята, вам хочется видеть вот такие вот тоже обычные ролики, как, например, вот этот сегодняшний. Поэтому я буду их тоже снимать. Блин, темно очень сильно. Я прям ничего не вижу. Офигеть, это что ли из-за дождя? Почему такая тёмная ночь? Вот как специально, ребята, мы с вами отправляемся на задание по паранормальщине. Становится очень-очень темно. Ладно, хорошо, поехали, короче, быстрее на место. Вот, ребята, но вы всё равно предлагаете, что для вас интересненького поснимать в комментариях. Обязательно попробую это сделать. Ну и ещё пару слов про зомби-апокалипсис. Ребят, выйдет он совсем скоро. Обязательно ждите. Я вот как с ним закончу, сразу же для вас выложу. Так что, ребята, просто подождите немножко. Смотрите вот эти обычные ролики, которые я для вас также делаю. Над тем сериалом я про зомби-апокалипсис, ребята, работаю. И я вам скажу больше. Я работаю сейчас ещё над одним сериалом. Другим. Он ещё лучше, чем зомби-апокалипсис. Может, вам тяжело в это поверить. Но так оно есть, ребята. Это я там просто капец, как запарился вообще с этим сериальчиком. Ну, в хорошем смысле. Я его продумал максимально. Там офигенный монтаж. Всё очень круто. В общем, я думаю, вам он должен будет понравиться. Знаете, что я предлагаю? Наверное, давайте сделаем другую погоду. Потому что очень прям темно. Ну, капец. Я не знаю, почему настолько темно. Ну, вот так вот цяка лучше. Да, ребят? Я уже прям в этой темноте устал ехать. Ничего не видно. Кстати, неплохо так Бэха едет для своих габаритов. Тачка большая. Блин, управляется тяжело. Смотрите, я максимально поворачиваю сторону сейчас. Вот сейчас буду максимально влево поворачивать. Она почти не поворачивает. А почему так? Это странно, кстати. И ещё хотел вам, знаете, что показать? Когда тачка стоит на месте, она тоже очень тяжело входит в поворот. Сейчас мы с вами где-нибудь остановимся. Вот тут вот, например. Ну, просто хочу вам показать, немножко поругать эту машину. Хоть она мне безумно нравится, но всё равно. Смотрите, я поворачиваю колесо максимально вправо. Видите, как оно поворачивается? Оно вообще не поворачивается. Вот влево максимально. Вот, смотрите, нажимаю вправо. Нажимаю газ. Вот какой большой крюк ей приходится сделать, чтобы развернуться. Но это же вообще капец. Вот влево тоже. Видите? Очень большой крюк. Короче, машина хорошая, но что-то мне не нравится, как у неё работают повороты, да? Из-за этого вообще можно запросто разбиться. А мы тем временем уже подъезжаем к городу. И, кстати, это была вообще чистая правда. Я не вижу здесь машин. Ну, за исключением концаторской, которая у нас появилась на карте. Её я, конечно, увидел. Она стояла тут неподалёку. А вот обычных машин и людей я вообще не вижу. То есть город как будто прям заброшенный. Вы посмотрите, ребята, как здесь тихо. Я только поезд слышу, который сейчас едет за этим заводом. Везде, в других местах полная тишина. Ладно, хорошо. Давайте будем проводить свои поиски. Что же такого паранормального здесь смогли заметить люди? Вон, кстати, кто-то ходит. Это кто такой? Обычный какой-то челик. А, это даже девушка, да? Да, это девушка. Ну, короче, люди всё равно на улице есть, но их не так много. Почти все сидят по домам. Окей. Что-то пока что я никого не вижу. В городе полная тишина и вообще ничего не происходит. Хотя, вроде как, мне показалось, разошлись люди. Погоди, а куда они бегут? Эй! Что с вами? Почему вы здесь побежали? От кого они бегут? Так, блин, надо в обратную сторону, скорее всего, ехать. Потому что они ведь бегут от кого-то, точно. Так что погнали, погнали туда. Посмотрим, что там такое могло произойти. Офигеть просто. Хорошо, что я это заметил. А то сейчас бы убежали и всё, я бы просто проехал. Эй. Эй, блин, это что за фигня такая? Это что за штука? Высаживаемся. Так, где-нибудь здесь, ребят, оставляем тачку. Это что такое? Серьёзно, блин? Что это за существо? Так, давайте подойдём к нему. Блин, это как Йети, типа, только какой-то непонятный вообще. Он хочет на меня напасть или что? Эй! Какого фига я тут оказался? Что произошло? Он меня телепортировал, что ли? Здорово, чуваки. Вы что там? Подраться хотите? Они мне агрессивны, ребят. Давайте, короче, их разберём лучше. А то фиг его, знаешь, сейчас нападут на меня, когда я перелезу. Получайте, блин. Они реально будут нападать, да, как я понимаю? Нет, смотри просто на этом месте. Ладно, тогда мы их сейчас быстро вот так вот расстреляем. Получи, блин. И распишись. Всё, хорошо. Давайте осмотримся вообще, где мы находимся. Это какое-то непонятное место. Я слышу поезд, то есть мы, по сути, с вами сейчас находимся, да, я так думал, где-то над заводом. Судя по карте. Ну, ладно. Хорошо. Какие-то... Я так понимаю, административные помещения, да? Технически. Хорошо, пойдём дальше. Оу! Чё за фигня? Чё их так много, блин? Идите отсюда. Оу, больно. Ух, не попал. Не попал, не попал. Так, ребят. Ну чё, давайте с ними разбираться. Чуваки, хотите получить с гранатомётика? На, блин. Ты тоже получи. Вот так вот, хорошо. Ну чё, всех раскидали? О, всё горит. Это очень хорошо. У меня вроде был огнетушитель. А, нет, не было. Ну, сори, чуваки, я вас не потушу. Тоже кончик получить, да? Тебе не хватило взрывов? Ну, на тогда с медиганчика. А, они все, кстати, не умирают от огня. Вы чё, с ума сходили, что ли? О, ребята, какая-то паранормальщина происходит. Я не понял, откуда тут взялись эти челики. И, кстати, ребят, пока не поздно, пока не забыл. Напишите в комментариях, какой у вас любимый фильм ужасов. Оу! Кто-то стреляет по мне. Вот, как вам нравится реально больше всего, порекомендуйте что-то. Вы мне часто рекомендуете крутые фильмицы, там, сериалечки. Вот с последнего, что я посмотрел по вашей рекомендации, это сериал «Мы все мертвы». Реально очень крутой, прям офигенный. Спасибо огромное за рекомендацию. Вот. Я вам что могу посоветовать сейчас посмотреть из ужастиков. Да, честно говоря, такого прям ничего, наверное. Ну, оно какое-нибудь. Я так-то, ребята, ужас редко смотрю, если честно. Я такой сам по себе пугливый. Я прям реально наступлюсь ужасов, потом могу вообще не уснуть всю ночь. Так что, вот. Если у тебя, кстати, такая же фигня, ставь лайкосик. Мне кажется, это вообще не важно, сколько тебе лет. Если ты впечатлительный, то просто посмотрел какой-нибудь фильм ужасов. Все, тебе ггг просто. Ладно, хорошо, ребят. Чуваки не умирают от ударов молотом Тора. Поэтому мы сейчас их будем вот так вот разбирать пистолетиком. Иди, блин. Не знаете, как, кстати, это напоминает? Судную ночь. У них такие маски, как реальные судные ночи. И они еще такие пришли, ворвались сюда, просто в чью-то хату. И пытаются убить. И я такой пришел, типа, здрасте, блин. Извините, я тут случайный прохожий. Они продолжают гореть, они просто друг от друга, кстати, поджигаются. И сколько это будет продолжаться? Так, чуваки, давайте я вам помогу немного. Вот так. Все, хорошо. По мне еще кто-то там стрелял, я насколько слышал. Да, вон, вон. Прям на крыше стоит. Ладно, хорошо, попробуем. Можно даже не высовываться, наверное. Так, чисто пострелять. Лови! Вот, блин. Ну что, ты тоже хочешь получить? Вот, лови. И того тоже достреливаем. Все, готов. Фух, ладно. Давайте, что ли, заходить. И, кстати, здесь опять эта штука. А! Куда меня? Куда меня телепортировал? Я даже ничего не понял. Так, погоди, это что за место? Я в какой-то... В какой-то непонятной конструкции, которая, кстати, тем временем еще и горит. О, ноу-ноу-ноу. Так, ладно, хорошо. Надо как-то отсюда выбираться. Что будем думать? Куда влазить? Блин, эта штука там сверху стреляет. Можно как-нибудь убить? Она реально будет продолжать стрелять? Ладно, хорошо. Так, ребят, я думаю, что можно попробовать выскочить в какой-нибудь из окон. Да, вот, выломали дверь. Так, аккуратненько сюда. И, получается, выпрыгиваем прямо в окно, да? Я надеюсь, я там не разобьюсь. Уч! Что за фигня такая? Мы где появились? Это что за место вообще? Так, давайте дрововик лучше возьмем в руки. Так, хорошо. Мы в каком-то доме. Окей, ребят. Пойдемте осматриваться. Но я уже вижу, что дом какой-то заброшенный. Блин, что здесь творили вообще? Такое чувство, что как будто кого-то пытали. Я не могу понять, где этот дом находится. Это какой-то лес. Так, рядом есть пристройка небольшая. Хорошо, давайте будем выходить отсюда. Свечи стоят прямо в печи. Кто их, блин, туда поставил, интересно. Окей. Эй! Кто-нибудь есть тут, блин? Тишина. Ну, конечно. Кто мне ответит в старом заброшенном доме? Еще и посреди леса! Тихо. Ребят. Ну-ка, блин, это что за звук? Давайте сюда. Быстрее. Это что такое было? Мне же не показалось. Может, это в доме я что-то пропустил? И что-то здесь было еще. Кстати, у нас тут еще один след крови, ребят. Погоди. Это там что нафиг такое стоит? Прямо у входа? Так, надо выключить фонарик. Стоп, 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 стоп. Это что за фигня такая? Ну-ка, погоди. Вон оно стоит. Прямо здесь. Караулит выход из дома. Что это, блин, паук какой-то? Я понять не могу. Так, надо выйти посмотреть. Йоу! Назад, назад. Давай, Тревор, блин, не зависай, я тебя прошу. Тихо. Главное, тихо. Куда он пропал? Его там нету. Походу, он меня услышал, блин. Ребят, я даже не понял, что это такое нафиг. Но такое существо явно в дом залезть не сможет. Поэтому будем просто, если что, сидеть в доме и не вылазить отсюда. О, блин! Нафиг! Он здесь! Он здесь, здесь, здесь! Так. Спокойно. Спокойно, 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 блин. Он где-то очень рядом. Вон он! Вижу его! Так. Капец, как он быстро бегает. Неудивительно тогда, что я вообще не замечал, как он передвигается. Все, ребят, стреляем по нему просто из окна. Я даже не буду отсюда выходить. Хотя фиг его знает, получится ли мне его так истребить или нет, ребят. Возможно, нужно взять что-то посерьезнее, чем просто М-очко. Так, ладно, давайте попробуем, может быть... Так, Гау в пушку может! Реально мы с него очень давно не стреляли. Так, Гаус, пушечка. Давай, давай. Стреляем! Попал вроде. Так. Еще удар! Вот, блин! Да, сработало! Он отлетел прям далеко. Ау! Теперь я отлетел далеко после такого удара. Иди отсюда! Это что же такое? Ребят, это какой-то... Блин, погоди, мне кажется, или это миньон? Это паук-миньон? Это какой-то миньон-экси, что ли? Я понять не могу. Я такое впервые вообще вижу. Так, ладно. Сейчас попробуем в него еще раз выстрелить. На, лови! Так, я промазал. Еще туда! Получай! Так, надо отойти подальше. Не могу по нему попасть, ребят. Сейчас попробуем. Вот так удар! Отлетел нафиг отсюда! Хорошо, хорошо. Мне нравится, что Гаус с пушкой еще освещает у нас все пространство. Блин, промазал! Ха-ха, получи, блин! Офигенно! Кстати, мы сейчас с вами стреляем еще и криптонитом. Я не знаю, понял кто-то из вас или нет, но вот эти вот зеленые взрывы в конце, да, это криптонит. Что? Что происходит? Где я? Ребят, меня закинуло куда-то! Непонятно куда! Вот, все! Это что, такая способность у этого миньона Экси? Почему я ничего не видел? Как будто в другое пространство кинул куда-то. Так, он, кстати, тем временем сбил вертик. Все, он меня вытащил из дома. Короче, мне ГГ просто, я так понимаю. Эта тварь очень быстро бегает. Блин, давайте придумаем реально имя этому персонажу. Вот, я пока что предлагаю миньон Экси. Мне кажется, самое такое подходящее. Сейчас будем его настреливать. Давай! Ребят, предлагайте свое имя, короче, в комментариях. Посмотрим, какое будет самое крутое. Да сколько ему навыстров из гаусс-пушки! Я уже реально устал по нему стрелять. Он меня куда-то вообще выкинул. А, он меня из леса прям выкинул, да? Ну ладно, хорошо. Хоть я не буду в деревьях путаться. Где военные или полиция? Хоть кто-то, помогите, пожалуйста. Мне нужна ваша помощь, чуваки, help me! Так, все, он не спустился. Блин! Не, походу, все. Походу, я ему уже ничего не сделаю. Он меня сейчас будет чисто в одного бить. Надо, чтобы он отвлекся на кого-нибудь другого. Там, я не знаю, на военную тачку или просто на военную. Так не честно! Хоть кто-нибудь! Вон тачка военная снизу. О, блин! Он поднял вертик. Ты что, с ума сошел, что ли? Иди отсюда! Вот я еще! Ха-ха-ха! Сколько у него ХП, кстати, мне интересно. Ладно, давайте попробуем взять миниган. Я не знаю, в конце концов. Ну, потому что он реально бессмертный какой-то. Я по нему стреляю, ему вообще наплевать. Все, я готов. Огонь! Вот так, блин! Получай, паучара! Кстати, ребят, я пауков просто капец как сильно не люблю. Вот реально. Наверное, это самая моя большая фобия в жизни. Это пауке. Ну, больших, как бы большие, мне нравятся пауки. Вот такие типа птицедов и прочие, они прикольные. Но вот мелкие они, ребят, все, я таких ненавижу. А если еще пауки-мутанты наподобие вот такого? Это же вообще жесть! Да хватит уже, блин! Я по нему даже тренд не могу. Вы заметили, насколько сильно он отличается в скорости от других персонажей монстров, которых мы вообще находим в ГТАшке. Ну, реально, он же очень быстрый. Прям молниеносный. Но у него четыре лапы все-таки. Даже вертику! Все! Я думал, блин, не завалить его, но походу с помощью вертика мы это сделали. Ребят, ну что? Миньон-паук или миньон-экси уничтожен. И теперь... Ух, ребята! Лоцанто снова может спать спокойно. Мы вместе с вами наконец-то это сделали. Я вам обещал, что в Лоцантосе появилось огромное количество новых монстров. Я вам не наврал, ребята. Все, мы сейчас будем в них охотиться, пытаться их убить. Я надеюсь, что это вам будет нравиться. Конечно же, не забывайте обязательно поставить лайк-код под этим роликом, если хотите увидеть продолжение этого шоу по поиску паранормальных существ в ГТА-пень. Подписывайтесь на канал ТЕКТОЧЕНИЕ СЕМЬЕ ПРИЗРАКА, вступайте в неё. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, которые выходят здесь, кстати, каждый-каждый день. Поэтому жду тебя уже и завтра, дружище. Ну что ж, всем вам удачи, ребята. Желаю, как всегда. И, конечно, до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.